Новые технологии подготовки молодых специалистов и повышение престижа профессии наставника. Делегат 6-го Усебелорусского народного схода, директор Речицкого Державного Педагогичного колледжа Людмила Ягорова каже, что на форуме ей будет очень интересовать тема развития системы эдукации. Наши корреспонденты наведали установку. Речицкий Педагогичный колледж свою историю отличивает с 1932 года. Правда, в другой половине 50-х училища закрыли. Но после чернобыльской катастрофы деятельность обновили. В его стенах начали рихтовать специалистов для забрудженных территорий. Сегодня тут навучается коляд 400 человек, которые будут наставниками английской и немецкой мовы, а так само выхователями дошкольных установ. Хоть только профессийные специализации у колледжа не обмяжевываются. Сучасный молодой специалист, кажется, должен быть развитым у Себакова. Больше всего мы гордимся, конечно, достижениями наших учащихся в олимпиадах, в областном этапе олимпиады по английскому языку и немецкому языку. В этом году у нас два диплома третьей степени. Мы гордимся нашей спортивной командой, которая ежегодно является участницей команды Гомельской области в республиканских соревнованиях по зимнему и летнему многоборью. На посаде директора Речицкого державного педагогичного колледжа Людмила Ягорова працует 10 годов. Займаться приходится не только организацией непосредственно навучального процесса, але и господаршими пытаниями. За термином умоцования материально-техничной базы у першу чергу пошук спонсоров для проведения ремонту и непосредной организации самих ремонтных работ. Директор каже, что им кнецца выкористовывать бюджетные сродки на ГТМЭты по минимуму. Коллеги стверждают, профессионализм и опыт керувника дозволяя установить находиться у лекулепших. Мы постоянно развиваемся, никогда не стоим на месте, совершенствуемся, двигаемся вперед. И большая заслуга в этом нашего директора Людмилы Анатольевны. Это инициативный руководитель, она очень целенаправленно, взвешенно и достаточно мудро решает все сложные вопросы. Людмила Ягорова каже, что на форуме ЕЕ будет вельми цикавить тема развития системы адукации, причем уносить коррективы сегодня необходимо по некоторых накерунках. У тем же педагогичным колледже прием ведется только по конкурсу посвященню о базовой адукации. У вынику чего на бюджетные места могут трапить наученцы, которые профессионально выучают замежные мовы, не сдольные. А причем того, больше уваги необходимо давать психологичные подрыхтовцы наставников. Не допускать конфликтов с наученцами и их батьками, зараз это вельми актуальная проблема. Сегодня важно, чтобы все вопросы, все диалоги, которые спорные вопросы, могли бы решиться здесь, внутри учебного заведения. Поэтому сегодня очень востребовано такой центр в школе, в любом учебном заведении, как центр медиации. Это центр, где учат выходить из конфликта. Мы сегодня стремимся к тому, чтобы мы умели вести диалог. Любое обучение, любое воспитание всегда начинается с диалога. Мы должны услышать, чего хочет учащийся, и должны помочь ему достичь того, чего он хочет. Но главное, он должен об этом сказать. Олег Синцеров, Максим Савин, Евген Макеенко, телерадиокампания «Гомель» с Речицым.